Пианист и композитор Никита Мдаянс вновь порадовал ульяновских зрителей своей виртуозной игрой. Молодой музыкант второй раз выступал на сцене Ленинского мемориала в рамках абонемента «Вечера в Стэнбэй» и уже полюбился ульяновской публике. Никита Мдаянс родился в семье музыкантов. В девятилетнем возрасте он сыграл свой первый сольный концерт в Хельсинки. Запись этого концерта была выпущена на диске финской компании. Так начался взлет карьеры русского вундеркинда, имя которого сейчас известно всему миру. Молодой музыкант получил образование как пианист и композитор в Центральной музыкальной школе Примосковской консерватории. Он победитель многочисленных международных конкурсов. В 2012 году Никита Мдаянс стал членом Союза композиторов России. Его музыку исполняют многие солисты и коллективы. Подход к изучению нового сочинения, он немножко меняется, когда есть опыт сочинительства. Немножко по-другому анализируешь структуру сочинения, форму. Это уже как-то входит в привычку. И это очень помогает понять какие-то музыкальные процессы. Никита много гастролирует. Он постоянный участник крупных международных фестивалей в России и за рубежом. В программе концерта в Ленинском мемориале прозвучали в исполнении музыканта шедевры фортепианной музыки. Произведения крупнейших европейских композиторов. Сонаты Людвига Ван Бетховена и Агануса Брамса. Сонаты Людвига Ван Бетховена. Концерт проходил в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Следующий концерт абонемента «Вечера Стэнбэй» состоится в марте следующего года в рамках международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.